Здравствуйте! Добрый день, дорогие друзья! С вами Эльдар Тагеев, тренер по ораторскому мастерству и актерским технологиям. В прошлом видеоролике я затронул тему деления видов аргументов на рациональные аргументы и эмоциональные. Сегодня в четвертом уроке по теме аргументация и контраргументация нам, наверное, стоит поговорить о другом важном делении, о теоретической и эмпирической аргументации. Абсолютно все аргументы поддаются этому делению. Это два больших кита, на которых зиждется аргументация. Термин теоретический, я думаю, расшифровывать нет смысла, все прекрасно понимают, что это такое. А вот понятие эмпирическое, я на этом немножко останавливаюсь, эмпирическое происходит от греческого слова опыт. То есть эмпирическая аргументация та, которая основана на практике, на опыте. Теоретическая аргументация основана на логических заключениях, рассуждениях, будь то индукция, дедукция, аналогии, причинно-следственные связи, логические выводы и следствия. Иногда мы называем ее искусственной, потому что она создана специально и не основывается на практическом опыте. В отличие от другой эмпирической аргументации, которая опирается преимущественно именно на наблюдения, на эксперименты. Такую эмпирическую аргументацию также называют естественной. В повседневной жизни мы специально не отдаем предпочтение той или иной аргументации, теоретической или эмпирической, используя в процессе доказательства и тот, и другой ее вид. Однако бывают тезисы, которые можно наиболее эффективно доказывать только одним из этих двух способов. Например, тезис сны, которые мы видим, это божественные знаки. Конечно, будет сложно доказать логически, то есть с помощью теоретической какой-то аргументации. В этом случае более уместна эмпирическая аргументация с ее примерами, с ее историями, байками из жизни, какими-то свидетельствами очевидцев, случаями из жизни ваших знакомых, заключениями экспертов-теологов. Также доказываются и другие тезисы. Например, Волга впадает в Каспийское море, или корова травоядное животное. А вот напротив тезис во Вселенной, кроме Земли, существуют разумные существа, вот этот тезис проще доказать с помощью теоретической аргументации. Вы согласны? Вспомним пирамидальную структуру аргументации, о которой мы с вами говорили. Аргумент, поддержка, пример. В рамках которой элемент примера как раз и является вот той самой эмпирической аргументацией. Поэтому, если сам аргумент относится к теоретической аргументации, и к тому же приведен у нас с вами яркий пример, то есть эмпирическая аргументация, то мы таким образом убиваем с вами сразу двух зайцев. Мы используем два фундаментальных вида доказательства в рамках одного аргумента, и тем самым увеличиваем силу убеждения. Давайте помнить будем об этом, и я желаю вам успехов в отстаивании собственного мнения. Всего доброго, с вами был Эльдар Тагиев. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok